Супруги Ольга и Антон Фадеевы врачи-инфекционисты. После начала пандемии коронавируса они, не раздумывая, вышли на передовую. 16 апреля им объявили, что нужны инфекционисты. В этот же день они подписали контракты, а 17 апреля пришли работать в ковидный госпиталь при Центральной городской клинической больнице на первое дежурство. Красная зона, спецкостюмы, тотальная дезинфекция, работа с утками. Теперь это каждый день. Ранее Фадеевы работали в Центре профилактики борьбы со СПИДом и вели амбулаторный прием пациентов. Увидеть их дома днем, да еще вдвоем, теперь невозможно. Специально для съемок в нашей передаче их отпустили с работы. Немножко взять предостойтого, до этого мы поработали и в Центральной городской клинической больнице, это все-таки наша школа всех инфекционистов, наш, так сказать, альма-матер, и работали в ЦК медсанчасти, то есть и там, и там нас знают, и работа наша все-таки там достаточно известна. Самое тяжелое для Фадеевых в данной ситуации расставание с сыном, которому три с половиной года. Видят его только по видеосвязи. Сейчас он живет с бабушкой и дедушкой. Ну это достаточно большой риск оставлять его дома. То есть можно было бы, конечно, теоретически его возить в те дни, когда мы дежурим, когда мы остаемся на работе на долгий срок. Мы могли его отвозить просто, чтобы жил в основное время он с нами. Но мы все-таки предпочитаем не рисковать, несмотря на то, что есть на работе все средства индивидуальной защиты, средства обработки поверхностей. Мы предпочитаем оградить его все-таки от этого. Теперь ребята работают без выходных, сутками. К новым условиям пришлось быстро адаптироваться. Если раньше, когда мы работали в ЦГБ, только у нас получалось, что мы дежурили либо сутки через сутки, или сутки через двое, иногда сутки через трое выходило. То есть было где-то день-два на восстановление. То есть сейчас мы после дежурства возвращаемся в медсанчасть и работаем там. На вопрос, страшно ли им, врачи не задумываясь, ответили нет. Это наша работа, а как она может быть страшной? Какого-то прям такого страха нет. Если вы знаете, как защититься, смысл бояться. Если вы боитесь, не надо идти туда. Это, как говорит мой тренер, поверховые здеи. Если вы боитесь ложки, не подходите. Если вы сильно ложь, не бойтесь. Примерно то, что... Ну да. Это просто работа. Это определенные требования, конечно, есть. Требования собственные, в первую очередь, безопасности. Но нужно понимать, что наша личная безопасность – это безопасность наших коллег. Что-то новое для себя вы увидели, узнали? Это новая болезнь, да. Нельзя сказать, что, как вот некоторые наши коллеги говорят, я видел все, мне это неинтересно. Так сказать нельзя. Это новое. Такого вы не видели никогда. За 10 лет своего стажа я такого не видел еще никогда. Это действительно своеобразная болезнь, так скажем. Ну и работать в таких вот условиях, как мы годами отрабатывали, условия особо опасных инфекций, вот в таких условиях еще нам не приходилось работать. Это, конечно, новый, необычный и достаточно интересный опыт. Вы надеваете на себя костюм. Он, наверное, тяжелый. Дышать там сколько можно вот в той маске? Дышать можно, в принципе, достаточно долго. А маске дышать несложно. Сложность немножко в другом. Костюмы есть разных типов. Был старый советский противочумный костюм, защитный костюм. Он хлопок. В нем дышится легче. Современный костюм шьется из синтетических материалов, поэтому они хуже пропускают воздух. И в жаркую погоду в них, конечно, тяжелее. Сам респираты дышать вам практически не мешают. Не надо просто спешить, не надо быстро идти. Мы попросили врачей-инфекционистов объяснить, чем больной гриппом отличается от больного коронавирусом. Это все-таки более тяжелая инфекция. Это более непредсказуемая инфекция. Они чаще нестабильные больные, в отличие от того же гриппа. Даже если мы берем пандемический грипп H1N1, так называемый свиновый грипп, кальфорнийский грипп. Да, они чаще все-таки более тяжелые. Такой больной он быстрее может стать тяжелым, в отличие от больного гриппа. Заразился человек, а болеть, когда он начинает, говорят, через две недели. Так ли? Через две недели – это максимальный период. То есть у нас при любом инфекционном заболевании, как происходит, попадает возбудитель в организм, микроб, вирус, бактерии, неважно, попадает в организм. После этого ему надо в организме размножиться, подчинить его, так сказать, себе и начать делать свое черное дело. Вот от этого момента обычно приходит от двух дней до 14, зависит от степени вашего иммунитета. В среднем 5-6 дней обычно. По словам врачей-инфекционистов, самый опасный больной – это бессимптомный. Симптомный больной – это значит, что больной заразился, инфекционный процесс идет, но организм справляется. И инфекционный процесс проходит в виде так называемого носительства. Сам больной не ощущает, но вирус продолжает выделяться. То есть такой больной опасен в эпидемиологическом плане для окружающих, он заражает окружающих. Да, его сложнее выявить. Здесь главное выявить вот таких как раз больных, чтобы они не были невидимым источником инфекции. Чтобы было меньше шансов заразиться, врачи посоветовали соблюдать старое доброе правило – почаще мыть руки. Ну, один из ведущих сейчас путей передачи инфекции – это, как ни странно, контактный. То есть много вирусов оседает на поверхностях. В связи с этим вводятся так называемые масочные, перчаточные режимы. Сейчас требования в магазинах, в транспорте. В принципе, они обоснованы именно для того, чтобы вот этот путь передачи блокировать. Старое доброе правило – не трогайте руками лицо, пока вы не пришли, не помыли руки. Пришли с улицы, помыли руки и умылись. Практически вы себя защищаете. Медики не исключают рост заболевания к концу мая. Причина – снятие самоизоляции карантинных мероприятий. По прогнозам инфекционистов, пандемия новой коронавирусной инфекции завершится нескоро. Здесь сложно дать такой предсказательный ответ. Здесь все-таки, наверное, должны ученые-вирусологи думать совместно. Потому что по последним данным можно подумать, что мы выходим к плате. Можно подумать, но сказать сложно, что будет в конце мая, что будет после отмены местами изоляции. Здесь, наверное, предсказать неисновидище, чтобы заниматься предсказанием. Вероятно, с установлением теплой погоды, стабильной, какие-то пути передачи вируса, хотя бы на поверхностях, во внешней среде, будет погибать. И хотя бы меньше будет заболеваний. Если смотреть по любым другим республиканным инфекциям, к тому же гриппу, сколько обычно длится грипп? Около трех месяцев. То есть нужно при любой инфекции это период подъема, когда он поднимается до определенного количества, когда определенное количество людей, имеющих иммунитет, переболевает. Дальше он держится на этом уровне, так называемый, плата получается. И потом уже начинает несколько спускаться вниз. Конечно, Ольга и Антон, как и все люди, мечтают, чтобы пандемия как можно быстрее завершилась. Сейчас много говорят, что врачи на передовой, они не видят родных, не видят близких, работают без выходных. Складывается мнение, что это какие-то сверхлюди, у которых нет ни усталости, ни эмоций. Но на самом деле мы все, не только мы, люди, которые работают в больницах, не только врачи, медсестры, весь персонал, они такие же люди, как все. Мы так же скучаем по своим близким, мы так же устаем, так же хочется нам пройти, погуляться нам по улице. Фадеевы не причисляют себя к героям. Они считают, что просто выполняют свой долг врачей. Им очень хочется просто обнять своего сына, спокойно гулять с ним по улице, жить нормальной жизнью без ограничений. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Олправда ТВ.